В минувшее воскресенье в регионе в очередной раз стартовала «Лыжня Россия». В гонке принимали участие не только спортсмены, но и просто любители лыжных прогулок. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Уверен, что в этом забеге тоже стоят будущие чемпионы. Ребят, я желаю вам успехов, получить удовольствие от этой гонки и поздравляю вас с этим большим спортивным праздником. Воскресное утро началось для жителей Наринмара со спортивных стартов. Уже ставшая традицией лыжная гонка в 14-й раз прошла в Ненецком округе. 210 участников – от самых маленьких до уже взрослых опытных горожан. Дистанция, значит, у нас официальная дистанция, которую нам дает Министерство спорта России, это 5,10 километров. И для того, чтобы нам пригласить на участие большее количество людей, мы еще дополнительно сделали дистанции, которые для детских садов предусмотрены 500 метров и по возрастанию на километр, на два, на три. То есть это для того, чтобы могли поучаствовать все возрастные группы. Гонку открыли мальчики, которые только начали свой путь в лыжном спорте. Но несмотря на свой юный возраст, борьба на лыжне среди них развернулась нешуточная. Были и досадные падения. На финише у некоторых ребят даже отстегивались лыжи. Но это не остановило их от пересечения финишной прямой. Очень переживали за сегодняшний старт. Сторенования переносили из-за погодных условий. Ребенок готовился, а до этого практически месяц из-за мороза просидел дома. То есть не занимались. А так спасибо, конечно, организаторам. Очень много детей. У нас стартовало в первом забеге 50 ребят. Ну, когда я чуть-чуть замерз, я чувствую, что я чуть-чуть медленнее стал. Рад, что первое место занял? Ага. Второй раз. У девочек также развернулась борьба за победу. Желание обогнать своих соперниц и выиграть гонку – вот что мотивировало юных лыжниц выложиться по полной. Немного они там перегораживали, на лыжи наступали, но потом я сама начала обгонять и начали лыжи подставлять. Я им наезжала. Они падали, я тоже вначале упала. Потом я ехала в толпе и вырвалась как-то. Но в лыжне России участвовали не только юные спортсмены. Обычные жители нашего округа также решили проверить свои силы. Любовь к прогулкам на лыжах, поддержка своих воспитанников и друзей. Для некоторых целью была не победа, а участие в спортивном мероприятии. В этом году просто у меня воспитанники бегут, и я тоже решила, предложили, сказали, вот нужные участники для лыжни России назначили, и мы решили принять участие. Почему бы и нет? Все участники получили призы на финише. А тем, кто занял призовые места, вручили грамоты и медали. Победители же получили кубок – символ спортивных состязаний.